Вы хоть в чат черкните, вы там вообще настоящая или нет. Настоящая. Хорошо, Вероника, настоящая, Воля, настоящая. Все, так, поехали. Значит, смотрите, у нас с вами сегодня тема, как к сайту на Тильде, а конкретно к форме приема заявок, привязать какие-то удобные для вас сервисы. Поэтому у нас в анонсе сегодня была информация, что для того, чтобы сегодняшний блог изучать, неплохо было бы уже пройти как минимум предыдущий урок по созданию сайта на Тильде. Если вы этого еще не сделали или пропустили, то всегда он есть в чат-боте по запросу материала, поэтому это можно успеть сделать. Поэтому сегодня я вообще не рассказываю, откуда у нас... Ага, Мила, давай. Хорошо, приятного аппетита. Сегодня не рассказываю, откуда у нас берется сайт на Тильде, потому что это все есть в предыдущем уроке. И знаю, что у многих из вас уже каким-то образом какие-то сайты созданы. Сегодня мы с вами смотрим три вещи. Давайте начнем с первой. Первая вещь, как нам с вами к нашему сайту на Тильде привязать нашу электронную почту, чтобы люди, которые заполняют форму регистрации на ваше мероприятие или на участие в проекте, чтобы вы сразу нас в электронке удобно видели. Вам не нужно было каждый раз заходить на Тильду и смотреть в заявках. Вы всегда в моменте на электронке видели, что к вам непосредственно заявка поступила. И давайте я открываю свой экран, настраивайте, как вам удобно его будет видеть. И, соответственно, у меня такая простая страничка сегодня просто с формой, на которую мы непосредственно будем сегодня привязывать вашу почту, AmoCRM и рассылочный сервис. Я покажу на примере Сент-Пулса, но немножко прокомментирую по поводу того, как он себя сейчас чувствует и что с этим делать. Давайте мы с вами начнем с того, что все настройки, всех интеграций, всех сборок заявок, они у нас с вами происходят непосредственно вот здесь, в панели администратора сайтов Тильда. И у нас всегда с вами, я буду сегодня на примере наших сайтов Сила Вместе, у нас с вами всегда, когда вы заходите в свои сайты, есть вот такая вот кнопка, называется «Настройки сайта». Соответственно, все интеграции у нас с вами происходят вот здесь. Мы нажимаем на кнопку «Настройки сайта». Чем мне нравится Тильда? Тем, что она достаточно интуитивная и пока что в целом дружественно к нам настроена. То есть пока у нас с вами, по крайней мере, нет волнений по поводу этих сайтов. Как только появятся, будем искать с вами другие конструкторы, ничего страшного. И смотрите, у нас с вами все привязки находятся вот здесь вот слева. Обратите внимание, вот это вот наше поле администратора, главное шрифты, домен, аналитика и так далее. Нас интересует с вами вкладка «Формы», что логично, потому что мы с вами к формам хотим привязать нашу электронную почту. Поэтому мы с вами заходим во вкладку «Формы». Здесь у меня уже есть какие-то подключенные сервисы, не обращайте внимания. Если у вас их нет, то, скорее всего, у вас сразу вкладка «Формы» откроется вот с этого вида сервиса приема данных из форм. И сразу самый первый нас с вами интересует e-mail, наша электронка. А здесь также есть подсказка, что это про отправку данных с формы на вашу почту. Поэтому мы непосредственно с вами сразу заходим сюда и смотрим, что нам говорит Тильда. Она нам говорит о том, что для того, чтобы привязать нашу электронку, ну, нужно для начала вообще написать, какую электронку мы будем привязывать. Поэтому на примере сегодняшнего дня я сейчас привяжу новую электронку, которую создала для нашего теста. Я сейчас скопирую вот здесь вот имя электронной почты, возвращаюсь в Тильду и сюда эту электронку я записываю. И, соответственно, нажимаю кнопку «Далее». Тильда мне говорит о том, что на указанный e-mail было отправлено письмо, содержащее ссылку подтверждения. Сейчас посмотрим, насколько быстро к нам с вами придет эта ссылка. Если придет не быстро, то мы, соответственно, немножко подождем. А, ну все, видите, моментально. Нам даже не пришлось ничего ждать. Мы сразу с вами видим, что нам пришел код активации для подключения приемщика данных. Заходим в это письмо и просто активируем, нажимая на ссылку. Все. Нам говорят о том, что e-mail подтвержден, и теперь мы можем его добавить в форму. Давайте посмотрим, как это работает. Я возвращаюсь вот сюда. Все, значит, пишу, соответственно, закрыть. Обязательно, обязательно, мои хорошие, сохранить изменения. Всегда наша любимая кнопка «Сохранить». И сейчас мы с вами проверим, насколько вообще у нас почта привязалась. Для того, чтобы проверить, мы заходим с вами в нашу страничку. Давайте я с нуля в нее зайду. Ну, она у меня вот здесь вот создана новенькая. Здесь у нас с вами, напоминаю, просто для примера всего одна форма. И где мы с вами прикручиваем нашу новую электронку. Мы с вами заходим вот сюда во вкладку «Контент». Вот эти вкладки мы с вами немножко просмотрели на предыдущем уроке, который вела Ира. Еще раз, если что-то упустили, не досмотрели, можно вернуться в чат-бот по запросу материала. Мы нажимаем с вами кнопку «Контент». И смотрите, что мы с вами видим. Здесь нам всегда будут выводиться наши подключенные сервисы. Поскольку у меня подключено было до этого какое-то количество, они здесь вываливаются все. Ольга, я, если честно, вам не скажу, потому что я вам показываю на платном. Я могу предположить, что да. При этом я здесь тоже прокомментирую несколько моментов. Я все-таки рекомендую вам… А, ну все, тогда, видите, вам тем более он пишет, что только на платном. Я все-таки рекомендую вам, если вы для себя рассматриваете тильду не только для одной странички, а все-таки для многостраничного сайта, для разных мероприятий, проектов и прочее. Я бы вам все-таки рекомендовала купить какой-то базовый тариф, потому что я из всего, что я пробовала, LP, мотор, VIX, ничего проще, честно говоря, не знаю. И поэтому мне кажется, что там какой сейчас платный тариф самый минимальный? 750, по-моему, рублей в месяц. Не помню какой. Базовый на год 6 тысяч. Ну вот это что, 500 тогда в месяц, да, если на год мы раскидываем. Вот, поэтому мне кажется, что это даже уже давно не 1000 долларов. Прости, господи. Это что получается? 750 рублей. И это сейчас доллар. 6 долларов? 5 долларов? Ладно, это не смешно, конечно же. Хорошо. В общем, конечно, решение принимать вам, но рекомендую, если вы всерьез рассматриваете тильду, это очень дорого. 750 рублей в месяц. Возможно, есть аналоги дешевле. Не знаю, я вот по цена-качеству не встречала дешевле. Если, Ань, вы посоветуете нам что-нибудь поинтереснее. Хорошо, давайте следующую встречу проведем, посмотрим какие-нибудь более интересные тогда конструкторы. Которые у нас с вами подешевле. Хорошо. Смотрите, все, мы выбираем с вами e-mail, который мы с вами присоединили и пишем сохранить и закрыть. После любых изменений, которые мы внесли на сайт, мы всегда его публикуем. И давайте проверять, как это работает. Вот мы с вами опубликовали нашу форму регистрации. И сейчас мы, допустим, пишем какой-то тестовый e-mail и какое-то тестовое имя и пишем отправить заявку. Спасибо, данные успешно отправлены. Это тоже все можно менять, тексты, подложки и прочее. Но сегодня не об этом. И мы с вами все отправили и будем ждать какое-то время, пока у нас с вами заявка появится на почте. Пока. О, смотрите, прям секунда в секунду. Сегодня отлично работает и тильда интернет. И интеграция, видите, как нам хорошо, прям для сегодняшнего урока моментально схлопнулась. Как нам с вами приходит письмо. То есть мы видим, что пришла какая-то заявка с сайта Сила Вместе. Заходим внутрь. И мы видим, что какой-то человек по имени Тест с таким вот e-mail вот на такой конкретной странице у нас с вами заполнил заявку. Все. Какие поля в форме делать и так далее, тоже сегодня мы с вами не рассматриваем. Вы это смотрели, пусть коротко, но тем не менее в прошлом занятии. Итак, все. Первый пункт мы с вами прошли. И каким образом можно непосредственно подключить электронную почту к быстрому моментальному приему заявок. Вот. Аня пишет, что за 3000 в год можно подключить какой-то конструктор. Будет классно, если вы еще напишите, какой заодно, чтобы мы туда его пошли и изучили. Все. Первый блок мы с вами прошли. Молодцы. Я вас поздравляю. Второй блок у нас с вами это... Да, все так просто, мои хорошие. Вам не нужно теперь больше залезать в тильду, смотреть, что к вам, кто зарегистрировался. Просто в момент все приходит на почту. Давайте дальше. Посмотрим мы с вами... Я думаю, вы вообще, кстати, видели же сайт Сила вместе. Вот здесь на самом деле слева, если полазить в менюшки, вы видите, что здесь много-много-много разных страничек. Если в них проваливаться, там еще много разных страничек. И на самом деле вот тариф на тильде, когда вы покупаете один сайт, он позволяет внутри одного сайта сделать 500 страниц. То есть тоже вот для понимания, что на самом деле там 750 рублей в месяц, это на самом деле на 500 самостоятельных сайтов. Да, они все будут на одном доменном имени, например, силовместе.ру. И дальше, например, через слэш там чемодан, вебинар, тест, конференция. Но по факту у вас 500 самостоятельных страниц за 750 рублей в месяц. Мне кажется, там можно просто, в принципе, всю деятельность организации со всеми мероприятиями, со всеми проектами, со всеми регистрациями сюда упаковать. Итак, все, это мы с вами посмотрели. Следующим шагом мы с вами смотрим, как теперь к нашей форме, помимо того, чтобы заявки приходили нам на электронную почту, как еще сделать так, чтобы вот этот контакт попадал сразу в какой-то рассылочный сервис. Рассылочные сервисы, напоминаю, это SendPulse, Unitsender, MailChimp, GetResponse. Их достаточно много. Я буду показывать сегодня на SendPulse, потому что работаю на нем много лет. Давайте сразу прокомментирую. Как вы помните, мы с вами на SendPulse собирали чат-бота, и многие из вас написали, что Вик, все, конечно, классно, но мы немножко не успели зарегистрироваться в SendPulse, и теперь он не регистрирует русских пользователей. Да, это действительно так. При этом, почему я сегодня все равно показываю на SendPulse, потому что есть какие-то ключевые, базовые, ну, во-первых, кто-то успел зарегистрироваться на SendPulse, и поэтому вам это будет полезно. А если нет, и вы выберете какой-то другой рассылочный сервис, например, те, которые продлили свою работу на территории России, это Unisender, да, для примера, или GetResponse, принцип подключения будет тот же самый. Вот прям те же самые шаги, поэтому я думаю, что тоже абсолютно точно будет сегодня вам удобно поработать. Так, Аня нам выставила пример, мы его посмотрим чуть позже обязательно. Аня, если еще скините примеры сайтов, которые получаются на Нике, ну, возможно, мы с вами полазим, увидим. Попробуем оставить время чуть позже, заодно посмотрим ник.ру, почему нет. А, ну нет, здесь только тарифы. Аня, есть какие-нибудь примеры сайтов, которые собраны вот здесь? Просто посмотрите мне лично для себя, насколько они симпатичны, прям интересно. Так, хорошо. Возвращаемся сюда. Как нам к форме прикрутить любой рассылочный сервис? Первое, что я хочу вам сказать, для того, чтобы прикрутить какую-то конкретную адресную книгу, ее вначале нужно создать. Поэтому мы с вами заходим в наш рассылочный сервис. Я напомню, что я на примере Сандпулс, но логика та же самая. Вы заходите в адресные книги в любом вашем рассылочном сервисе, с которым вы работаете, и пишете новую адресную книгу. Давайте наша адресная книга будет называться TestRaf. Наш с вами Rafting Days. Все, мы создали эту адресную книгу. И, соответственно, сразу те почты, которые люди будут оставлять вам на сайте, они будут попадать в эту адресную книгу. Чем это удобно? Вам не нужно будет по одному письму собирать вручную эти почты. Они сразу будут складываться в одной адресной книге. И когда вы захотите участникам вашего мероприятия сделать рассылку, у вас уже все контакты будут собраны в адресной книге. Поэтому я рекомендую подключать к форме на тильде сразу несколько вот таких вот интеграций делать для вашего удобства. Итак, давайте смотреть. Все, как будто бы адресную книгу мы создали. Как теперь нам ее прикрутить к тильде? Мы с вами возвращаемся в панель администратора. Эти шаги вы уже видели. Переходим в настройки сайта и переходим в поле, с которым тоже вы уже познакомились. Это поле называется «Формы». Все, мы зашли с вами в поле «Формы». По-прежнему видим те сервисы, которые уже подключены. Но теперь нам нужно подключить SendPools. В моем конкретном случае, видите, здесь он предлагает разные сервисы рассылок. Вы можете подключить CatResponse или, например, Unisender. Вот две, которые я вам рекомендую рассмотреть, если вы еще не заводили себе рассылочный сервис. GetResponse и Unisender. Они сейчас безопасны для нашего пользования. SendPools тоже безопасны для нашего пользования, безусловно. Просто вопрос в том, что, еще раз повторю, что не регистрируют новые аккаунты. Итак, я нажимаю SendPools, что я хочу подключить его. Какой бы вы ни выбрали сервис, он запросит вас две вещи. Он запросит вас ключ API и он запросит у вас еще один секретный ключ. То есть ID-ключ и секретный ключ. Если смотреть на примере SendPools, давайте я вернусь в SendPools, где мне взять эти ключи? Я их беру вот здесь, в правом верхнем окошке настройки аккаунта. В любом другом сервисе рассылочном то же самое. Вы заходите на свое правое окошко и ищите, где у вас настройки аккаунта. И в настройках аккаунта всегда у вас отдельно будут выделены API. Всегда у нас с вами рассылочные сервисы их выделяют, потому что многие синхронизируют и с сайтами, и с CRM-системами. Поэтому я не думаю, что будут проблемы с Unisender и с MailChimp, с GetResponse. Итак, я беру вот здесь вот ID. Соответственно, я его копирую. И возвращаюсь вот сюда в тильду и вставляю его. Дальше я беру свой секретный код, также его копирую, возвращаюсь в тильду и сюда вставляю. И нажимаю кнопку «Далее». И видите, он сразу синхронизировался, то есть он сразу мне выкатывает мои адресные книги. А мы с вами нашу адресную книгу назвали «TestRaf». Видите, мы буквально ее создали, только прикрепили ключи API, и как сразу у нас с вами все книги здесь отразились. Все. ТестRaf добавить. Ждем у нас с вами крутится окошечко. Сервис приема данных с NPLUS добавлен, я вас поздравляю. Вот так вот быстро тоже это все происходит. Отлично. Все. Мы пишем «Закрыть». И напоминаю, что «Сохранить изменения» – наша любимая кнопка. После того, как мы с вами сохранили изменения, мы опять возвращаемся в наш сайт «Сила вместе». На нашу с вами тестовую страницу дня. И напоминаю, что мы нажимаем вот здесь на кнопку «Контент». Уже у нас почта с вами подключена, и как вы видите, он уже сразу показывает, что можно и подключить с NPLUS. Мы здесь можем подключить на самом деле любое количество, нажать кнопок. Но пока что мы с вами подключаем с NPLUS. Я пишу «Сохранить и закрыть» и, конечно же, «Опубликовать после любых изменений». Мы опубликовали и сейчас с вами потестируем. То же самое мы с вами пишем какой-нибудь там «Test1» собака mail.ru и полное имя у нас с вами «TestTest». Отправить. Все, спасибо, данные успешно отправлены. Мы с вами, я думаю, что, во-первых, кстати говоря, на нашей с вами почте второй раз появится заявка, ну потому что она уникальная и новая, видите, появилось новое письмо, что какой-то зарегистрировался у нас с вами «Test1» собакамail.ru. Давайте посмотрим, насколько быстро появится в адресной книге рассылочник. Сейчас проверим. О, смотрите, в адресной книге «TestTestTrav» появился какой-то один контакт. Давайте проверим, что это за контакт. Заходим. и видим, что да, вот человек, который тест 1собакамел.ру уже в адресной книге. Таким образом, резюмируем, если вы делаете какой-то вебинар, мероприятие или еще что-то, рекомендую сразу подключить и вашу электронную почту, чтобы вы в моменте видели, кто к вам регистрируется и в каком количестве, и подключить какой-то рассылочный сервис, адресную книгу, чтобы в дальнейшем для того, чтобы уведомить человека о том, где будет мероприятие, как оно будет проходить, где ссылка на подключение, вам не нужно было вручную доставать все эти адреса, и вам не нужно было вручную писать все эти письма. Вы в рассылочном сервисе создаете письмо, прикрепляете эту адресную книгу и делаете рассылку. Напишите, кстати, в чате, нужно ли сделать нам rafting days по тому, как сделать рассылку в рассылочном сервисе, Unisender, PetResponse, SendPools. Если нужно, мы сделаем прямо отдельные с вами дни и научимся писать письма через рассылочные сервисы. Если вам это необходимо, можете написать в чате, насколько есть такой запрос. Сесть и вместе посмотреть, как создать вот такое вот письмо через рассылочный сервис. Так, хорошо, Оля, Оля, увидела ваши плюсики. Посмотрим мы с вами по датам. Ну, сейчас давайте я прям быстро сделаю тупую рассылку. Буквально кнопка создать рассылку. Постараюсь сделать адресная книга, например, TestRaf. Прям очень быстро пробегаюсь. Адрес отправителя. Ну, сейчас выбираю тут свои. Сейчас тоже неважно. Тема сообщения какая-то там. Далее. И, например, у нас с вами есть какой-то конструктор шаблонов и готовые шаблоны. Ну, давайте для быстроты, для примера. Вот я буду отправлять email Валентинку. Нажимаю редактировать. И, соответственно, мне выпал какой-то шаблон. Ну, отдельно сделаем урок, посмотрим. Здесь я пишу привет. Пусть любовь царит в вашей жизни, семье и на работе. Какие-то блоки я могу удалить. Какие-то цвета, например, я могу перекрасить. Фон письма, например, мне нравится, не розовый. Я хочу сделать белый. Какие-то фотки я хочу поставить новые, поэтому я здесь меняю изображение. Сейчас прям с вами смотрим какие-то базовые элементы. Ну, вот, допустим, вот такое вот я ставлю изображение. Все. И поехали. Сохранить и продолжить. Понятно, тут куча разных-разных настроек. Поэтому я говорю, что под это нужен отдельный урок. Но раз попросили быстро показать, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я нажимаю далее, нажимаю далее. Поскольку мы не проверим, ушло ли письмо. Потому что, как вы помните, в адресной книге у нас липовый адрес, который у него существует, test1sobaka.mail.ru. Мы попробуем на тестовой отправке. Тестовая отправка, например, я хочу отправить себе на почту. Отправляю. И мы с вами сейчас подождем, как быстро это письмо придет с тестовой отправки. А, ну вот, видите, пришло сразу моментально. Вот таким образом выглядит тот шаблон, который мы каким-то образом быстро за одну секунду собрали. Все. Соответственно, чем больше у вас людей в адресной книге, тем больше это с вас снимает нагрузки. Вы можете автоматически отправить тысяча, две, три, пять, неважно, сколько, какое количество писем. Да, нужно смотреть тарифы, безусловно. Они зависят от количества ваших непосредственно адресов в ваших адресных книгах. Но Unisender GetResponse, по-моему, до 200, где-то до 500, почта, по-моему, бесплатные есть тарифы. Поэтому, да, поизучайте этот вопрос. Все. Я вас поздравляю. Рассылочный сервис мы научились подключать, и мы увидели, что он сработал. Мы научились с вами подключать почту, и мы увидели, что она сработала. И давайте сегодня мы еще с вами подключим Amos.RM. Также, если вы в ней не работали, напоминаю, что для НКО она бесплатна. Для этого достаточно вам написать, зарегистрировать аккаунт и написать из своего аккаунта в техподдержку. Ну, я вам буду показывать на примере аккаунта Garant. Вы, соответственно, можете завести свой, написать в техподдержку и свой аккаунт. Здравствуйте, мы некоммерческая организация. И хотим, чтобы вы нам подключили бесплатный доступ. Они взамен попросят, чтобы вы на своем сайте разместили их логотип и сделали его кликабельным, чтобы человек, нажимая на него, переходил на сайт Amos.RM. Все. Вот буквально в декабре у нас прошел первый год бесплатного пользования Amos.RM в гарантии. И мы написали коллегам, любим, целуем, уважаем, продлите доступ. Они продлили нам еще на год. Причем это не базовый тариф, а этот тариф с очень хорошим функционалом. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Такая возможность у нас с вами есть. Итак, наша с вами третья задача сделать так, чтобы еще с вот этой формы на сайте у вас еще этот контакт уходил в Amos.RM. То есть теперь у вас еще этот контакт хранился и в базе. И вы по нему видели историю, где он регистрировался, в каких мероприятиях участвовал и так далее. А сегодня не про историю, сегодня просто про то, как Amos.RM нам с вами подключить. Например, мы с вами хотим, чтобы конкретно с этого вебинара, я вот сюда вот перехожу, обращаю ваше внимание, вот сюда вот перехожу в Amos.RM. Если уже работаете хорошо, если нет, потом пересмотрите этот урок и себе непосредственно эту настройку сделаете. Я перехожу в левом окне в сделки и вот здесь вот пишу добавить воронку, вот внизу плюсик. Имя воронки я напишу тестовый вебинар, тестовый вебинар, сохранить. И у нас в воронке с вами есть некоторые поля, есть поля, которые автоматически сразу прикрепляются при создании воронка. Первичный контакт, переговоры принимают решение, но воронки можно настраивать. Тоже, если актуально, напишите сейчас в чат, сделаем отдельный такой урок crafting days по Amos.RM. Сейчас мы не про настройку воронок, сейчас про то, как сделать так, чтобы из тильда в какую-то воронку нам попадала заявка. Итак, мы с вами возвращаемся в тильду, возвращаемся вот сюда, вот как вы помните, в панель администратора и нажимаем настройки сайта. И также форум, ничего не поменялось в нашей жизни. Сегодня мы только говорим про подключение форума. И листаем, ищем Amos.RM. Вот смотрите, у нас с вами Amos.RM уже здесь. Кстати, кто на Bittrex, можно Bittrex подключить. Я не знаю, кто еще на чем, но вот поскольку мы работаем на Amo, и она бесплатно доступна для НКО, пожалуйста, пользуйтесь. Итак, заходим, да, подключить Amos.RM. Все, подключить Amos.RM. Он спрашивает, выберите аккаунт. Ну, почему он меня спросил? Потому что у меня в этот момент открыто окно в Amos.RM уже. То есть я там уже внутри зарегистрирована как центр гарант. Поэтому если у вас будет там свой аккаунт, регистрация, открыто окно, он сразу вас опознает. Все, я пишу разрешить Amos.RM. Пожалуйста, подключайся, синхронизируйся с Тильдой. Что у нас с вами происходит? Он спрашивает, куда мы с вами будем нашу заявку с формы закидывать. Итак, значит, тип сделки. Смотрите, здесь у нас с вами, поскольку много разных, не обращайте внимания, я напоминаю, что у нас воронка называется тестовый вебинар. Я, допустим, хочу, чтобы с формой регистрации сразу падала, например, в этап переговора, предположим. Вот это все, сейчас про это я вам не говорю. Тема заявки, например, у нас с вами тест. Отдельно, если захотите, посмотрим с вами все эти настройки. Название в списке, например, тест.Rav. Все, сохранить. Пока вот прям базу, да, показываю вам. Данные сохранены. Замечательно, спасибо. Давайте вернемся мы с вами в настройки сайта и, как всегда, напишем сохранить изменения. Теперь мы спокойно можем перейти на нашу страничку, на которой сегодня экспериментируем. Вот здесь она у нас внизу, напоминаю. И также по вот этой кнопке контент посмотреть, что у нас с вами появился еще один подключенный сервис тест.Rav. Вот я вас с этим поздравляю. Мы здесь выбираем галочку, пишем сохранить и закрыть и опубликовать. Все, мы с вами сегодня научились все, чему хотели. Сейчас протестируем, насколько быстро вам из CRM попадает заявка. Давайте еще раз пробуем какое-нибудь там info.sobako.test.ru и имя Raftest. Отправить. Отправить. Да, видите, он стал меня подозревать, что меня не существует на самом деле, потому что я тут тестирую какие-то странные ему адреса, отправляю. Ну, сейчас посмотрим. Все, он нас верифицировал. Спасибо, данные отправлены. Ну, я думаю, что уже можно не проверять почту. Мы уже дважды убедились, что заявка попадает в почту быстро. Достаточно, да. Видите, она уже здесь. Также она попадает сразу же у нас с вами в адресную книгу, напоминаю. Закрыть, не сохраняя рассылку, наш с вами тест закроем. И еще раз удостоверимся, что видите, в адресной книге тест-траф появился второй контакт. Так, буквально моментально, да, все это происходит. Info.sobako.test.ru Теперь давайте смотреть АМАСРМ. Как вы видите, у нас в воронке тестовый вебинар на этапе переговора сразу появилась эта сделка. Все, мы можем в нее провалиться и увидеть, что сюда пока не смотрите, это наши внутренние настройки. Увидеть, что какой-то RAV-тест с почтой такой-то зарегистрировался на вебинар. Итак, и того, резюмируя, значит, мы с вами можем к нашей форме на тильде привязать нашу электронную почту, чтобы заявки сразу попадали на нее, привязать рассылочный сервис любой. Моя рекомендация, если у вас нет рассылочного сервиса, попробовать Unisender или GetResponse. Не люблю ни тот, ни другой, но у вас сейчас нет возможности зарегистрироваться в SandPools. У кого есть SandPools, привязывайте SandPools. Единственное, там есть сейчас проблема с оплатой с российских карт, но это тоже все решаемо. Если вам нравится этот сервис, у вас там большое уже количество баз, среча от ботов, наверное, не стоит уходить. Проще решить вопрос, где найти нероссийскую карту. Дальше мы с вами можем привязать любую CRM-систему, посмотрели, например, рямки. Таким образом, регистрация на мероприятие, да нет, Оль, там немножко не в том дело, что не VPN там дело. Там, если вы создаете, в принципе, да, давайте так, почему сейчас у нас проблемы с сервисами возникают. Есть три варианта опознать вас, что вы находитесь в Российской Федерации. Первое – это карта, которую вы привязываете к аккаунту. Второе – это ваш телефон, по которому вы регистрируетесь. И третье – это почта, если у вас очевидный российский домен, типа там Яндекса или Мейла и так далее. Вот, поэтому вы можете обмануть систему и привязать почту Google и какой-нибудь, я не знаю, прости господи, польский телефон, если вдруг он у вас есть. Но при этом, когда вы начнете докупать платный аккаунт, оформлять, вы все равно наткнетесь на то, что вы не можете оформить без российской карты. И PayPal у нас тоже отключили, как вы помните. Вот, поэтому как бы VPN нас тут не спасет, вот в чем дело. Так, такое у нас с вами занятие вышло. Да, через знакомых за рубежом. То есть, во-первых, нужно найти людей, своих друзей, знакомых, сервисы. Ну вот, мне, например, очень жалко Сэндпулс терять, поэтому да, я тоже договорилась просто с коллегой, которой я кидаю рубли на карту, она со своей нероссийской карты просто мне продлевает аккаунт в Сэндпулсе. Вот, пока у меня больше всего расстроился Сэндпулс и Сони Плейстейшн, поэтому мне пришлось подключить друзей за рубежом на их карты, у кого они уже есть. Либо, да, сейчас стали появляться сервисы, прям вы можете даже со счета своей компании, организации закидывать этим ребятам, да, там, не знаю, 10 тысяч рублей в месяц, или сколько у вас там подписок, а они за вас уже оплачивают с других карт. Но об этом, в принципе, чуть позже можно тоже поговорить, если актуально. Так, что посмотрим по вопросам, пройдемся, все ли мы проговорили. По-моему, все, по-моему, все. Если есть вопросы, вы хотите задавать голосом, можно просто, да, выйти, сказать, что еще интересно, ну, насколько вообще полезно было, насколько вообще вам Rafting Days нравится, что вы еще хотите, чтобы мы с вами вместе поизучали. Можно, в принципе, выйти сейчас и немного поговорить, ну, либо в чате пописать. Оль, здравствуйте, да, давайте. Здравствуйте, я совершенно случайно сегодня попала, мне, я не знаю даже откуда, я, видимо, где-то оставила почту, вот, и мне сегодня упало письмо. Вот, а, ну, как-то так совпало, что ближайшая задача, которая стоит в нашей НКО, это вот создание своего сайта. Как-то все одно к одному, да, и поэтому я вот сегодня с вами, немножко лохматая. Оля, вы же в чат-боте зарегистрированы, да, он вам там что-то... Да, 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 да. Вы ему напишите в ответ слово материалы, у нас уже было шесть... Да, я уже изучаю, я открыла уже запись встречи, где создание сайта на Тильде, да, поэтому я изучу. Ну, вот, ну, это, ну, как бы, с Тильде я не работала, я работала с другими конструкторами, это было, правда, давно, там, 13-й, 14-й год, ну, думаю, разберусь. Ну, вот, АМАСРМ, меня вот что заинтересовало. Вы сказали, что НКО могут пользоваться бесплатно, какие НКО, где, можем ли мы, вот я из Межгородской области, да, можем ли пользоваться, как? Любые НКО. Потому что это любые НКО наши, да, российские, вы, соответственно, заходите в АМАСРМ и регистрируете аккаунт, там бесплатная регистрация аккаунта. Все, вы зарегистрировали и попали внутрь вот этой АМАСРМ. И там есть окошечко чата поддержки, да, техподдержки. Вот оно вот здесь внизу, слева внизу, вот здесь вот у вас диалогичный, в принципе. Вот, и все, соответственно, вы пишете в чат техподдержки, здравствуйте, меня зовут Оля, я представляю какую-то некоммерческую организацию, знаю, что вы АМАОшкам даете бесплатный доступ, давайте дружить. Все, они вам говорят, Оль, давайте разместите у вас на сайте, там, или в соцсетях наш логотип, информацию, что мы с вами дружим. И все, они вам бесплатный доступ, пользуйтесь на здоровье. Очень отлично, это хорошая новость. Потому что мы как раз тоже думали, как нам упорядочить, допустим, тех, кто вот на какие-то наши мероприятия приходит, да, как управлять всеми этими контактами, это все теряется, это все где-то валяется непонятно в одном месте, в другом, в третьем. А тут прямо такой подарок судьбы. Мы рады. Я прямо очень рада, что попал. Случайно, я не знаю, где я зарегистрировалась, как. Почему я вас слышала в середине где-то? Я так понимаю, что вы уже давно вот эти встречи проводите. Ну, на самом деле, вторую неделю, так что не сказать, что вы прям сильно куда-то опоздали. Вы пришли вовремя, значит, когда вам надо было. Ну, видимо, да, видимо, да, то есть там вот сверху они знают, когда прислать, вот. Спасибо, было полезно, но как бы для меня ничего сложного нет, да, я понимаю, что мне просто нужно попасть в это внутрь и там увидеть, что куда к чему подключается, но вот много, ну, как бы новая информация для меня тоже есть. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Оль. Так, вопрос тоже от Ольги. Можно ли использовать интерактивные карты? Да можно на Тильде на самом деле вообще делать целый мир. Просто здесь есть два важных момента. Первый момент, что Тильда как конструктор блочный, она удобна тем, что в принципе, в принципе, любой, ну, то есть это что у нас с вами, программирование без кода, да, зерокодинг. Соответственно, любой человек, не имея навыков программирования, может зайти и чисто интуитивно собрать какой-то сайт. Он будет симпатичный, с хорошими шрифтами, с там понятной логистикой и прочее. При этом есть сегодня огромное количество специалистов, которые из Тильды делают вообще целый мир. Вы можете зайти на сайт, там анимированные карты выезжают, там, я не знаю, кошки бегают, машины крутятся, ссылки переключаются. Но самостоятельно это не сделать. То есть это все равно нужны разработчики отдельные по Тильде, которые это могут сделать. Но функционал там этот есть. Вот, поэтому, в принципе, да, да, возможно. На самом деле можно посмотреть чуть прицельнее на вашу задачу, как именно вы хотите сделать эту интерактивную карту. Может быть, если она не очень сложная, ее можно и самостоятельно сделать. Вот, поэтому нужно посмотреть на там образ результата некий, да, который вы хотите увидеть. Вот, надеюсь, ответила. Так, хорошие мои вопросы, пожелания, предложения. Какие сейчас перед вами вызовы, стоят задачи, что нам на Routing Days еще порассматривать. Можете написать, можете голосом сказать. Можете всегда написать чат-бот. Привет, чат-бот. Вот, Ира нас спрашивает, не хотим ли мы рассмотреть ВКонтакте? Не пора ли поизучать, что там можно поделать бы интересного на самом деле? Да я думаю, что хотим, конечно. Единственная соцсеть, да. Ладно, пишите, звоните, мы тогда будем по-прежнему задавать темы. Напомню, на этой неделе мы встречаемся вообще по нечетным числам марта. 16.00 по Москве, поэтому и 17.00 мы встречаемся, и 19.00 мы встречаемся. Да, простые инструменты для защиты персональных данных. Мила тут тоже нужно немножечко раскрыть. Это про информационную безопасность, про то, как себя сейчас в сети вести, или про защиту персональных данных, которые вы с благополучателей собираете. Записи, да, они все в чат-боте. Вот чат-бот, который вас сюда привел, вы ему пишете слово материалы, и он вам выдает все записи, которые уже были в наших встречах, если где-то были презентации, то и презентации, если где-то были доп.материалы, то и доп.материалы. Поэтому эту запись тоже обработаем, и она будет нам же в чат-боте. Ну, и ему, напомню, в ответ пишите прям вот свои запросы потоком сознания, что, да, просматриваем. Да, Мил, давай уточни в чат-боте. Так, все, обнимаем, целуем. Хорошего вечера вторника. Кому-то уже хорошей ночи. Увидимся с вами в четверг. Напомню сейчас тему. В четверг у нас с вами создание автоматической рассылки через АМА-СРМ. О, кстати говоря, вот вам домашка. До четверга зарегистрируйтесь в АМА-СРМ и напишите в техподдержку, чтобы вам дали бесплатный доступ. И я вас научу еще рассылки делать быстрые в четверг через АМА-СРМ. Без вот этих всех сэндпулсов, юнисендеров и прочее, что вы прямо из АМА-СРМ. У вас рассылки, привяжем вашу почту к АМА-СРМ, чтобы прямо рассылки у вас оттуда уходили по разным совершенно шаблонам. Все, спасибо. До встречи, Оль, с тобой. До более скорой встречи. Все, всем пока. Продолжение следует...